Дорогие друзья, хочу поделиться с вами своей радостью. Вот смотрите на моем окошке часть цветочков, которые я занесла с улицы в дом, так как уже были первые заморозки у нас. Сегодня 30 сентября, но погодка установилась опять теплая, прошел дождик, но комнатные растения уже занесены постоянно в дом. И моему удивлению не было предела, когда я увидела, что мой эхинопсис, который цвел на улице недавно в июле, снова выпустил цветонос. И на днях этот цветочек распустится, раскроется. Он будет белого цвета, огромный такой душистый цветок белого цвета будет. Вообще, потом я читала информацию об этих кактусах, и их оказывается, эхинопсисов, много разновидностей, которые цветут разными цветами. Вот розовые цветочки. Очень красивый, нежный цвет такой. Но эти все фото я взяла из интернета. У меня этих сортов нет. Пока что у меня только один белый кактус. И его подарила мне соседка за ненадобностью. Она не выращивает вообще комнатные цветы. Подарила много лет назад, и он у меня стоял, 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 и, наконец, в этом году зател. Но этому есть объяснение. Я потом читала информацию именно об этих видах кактусов. И теперь я знаю, что для эхинопсисов необходима сухая холодная зимовка. То есть теплые комнатные условия, наоборот, не стимулируют его цветение. Он может расти много лет и не цвести. А если его выставить в более прохладное помещение и не поливать при этом, то он будет ежегодно цвести. И у меня, как видите, зацвел он второй раз за сезон. Одно и то же растение. Этот эхинопсис дал очень много деток. Я его рассадила. Теперь детки растут отдельно. Там и большие, и маленькие среди них есть. Вот, и теперь, конечно, я буду его ценить и ухаживать за этим кактусом. Вот, а так я думала, стоит и стоит себе, и не цветет. И красоты будто бы особой нет. Ну, еще пару слов об этом виде кактуса. Я скажу, что вот кроме сухой, прохладной зимовки, ему необходима самая обыкновенная почва. Можно перемешать даже с песком или с мелким гравием. То есть он не требователен. Летом его нужно выносить на воздух, чтобы свежий воздух его проветривал. И поливать нужно по мере необходимости. Вода в поддоне не должна застаиваться, чтобы не гнили корни. Корни у этого кактуса, кстати, поверхностные. Они глубоко в почву не проникают. Вот этот белый цветочек издает очень сильный аромат, приятный. Бывают неприятные запахи, но у этого кактуса очень приятный. Вот наподобие, как у лилий. У восточных лилий. Знаете, какой запах? Вот наподобие что-то напоминает запах этого кактуса. Вот. Но на расстоянии запах, на большое расстояние не разносится. Поэтому головной боли от этого запаха не будет, если он будет стоять в доме. Но цветок не так долго и продержится. Где-то дня три, не больше. А потом он увянет. И после этого я вынесу его снова на веранду.